Здравствуйте друзья, Светлана зачитывает нам вопрос Это вопрос адресован мне, но наверное Миша тоже, кстати, в две копейки Здравствуйте Светлана, меня зовут Юлия, хотела бы спросить у вас про детей и самореализацию Мне 26 лет, браке уже 3 года, работаю психологом и преподаватель математики Закончила аспирантуру, думаю получить второе образование С мужем путешествуем по мере возможности, много ходим, гуляем Вопрос в чем? Вроде пора уже заводить детей, однако мне кажется, что вокруг столько интересного Курсы, конференции, книги, новые страны, что если я заведу детей, то буду сидеть дома Ведь ребенок требует полного внимания Многие мои знакомые уже родили детей, как вы думаете, как соблюдается баланс между семьей и самореализацией? Как зовут девочку? Юлия Юлия, слушай, я хочу сказать, что мне очень понравилась Юлия Ей всего 26 лет, так? И она уже, ты смотри, сколько она всего успела в жизни И она уже замужем, и она уже понимает ответственность, как бы вот по части деток И она столько интересов имеет, активная И я просто, знаешь, вот приятно, что есть такие молодые люди, правда Ну как бы есть кому эстафет передать Вот хочется, чтобы молодежь хорошая была Вот мы имеем хорошую молодежь, ответственную И я бы сказал так, что все-таки рождение ребенка Это такая штука, которая зачастую, зачастую Ты дозреваешь до нее, ты вдруг понимаешь, что ты хочешь Вот если сейчас она говорит, я не знаю, она пытается спланировать Ну что ты мой вопрос-то забрал, и ты отвечаешь сам Давай ты, давай ты Потому что я, в общем, именно об этом хотела сказать Скажи, собственно У женщин, в отличие от мужчин, есть материнский инстинкт И когда есть такие, так называемые, биологические часы И вот когда они практикают, уже не важно, какая у вас карьера, какое что Вам безумно захочется маленькую деточку Бывают люди, однако, у которых вот эти биологические часы по части детей и не срабатывают Сломались? Нет, они не сломались, нет, это просто такой типаж людей В общем, про них тоже все известно, какой именно это типаж Но просто вот им как бы природной не написано, что они должны иметь детей Я знаю очень многих людей, которые, например, уже у них есть дети И вдруг они говорят, ой, я безумно, безумно, я не могу на маленькие смотреть Я безумно хочу маленького Вот когда такое желание возникает, вот тогда и нужно заводить детей И я вас уверяю, что в этом случае и карьера, и дети, и все будет в балансе находиться Совместится, отлично Оно все совместится, потому что когда есть очень большое желание отдать свои душевные силы вот этому маленькому существу И есть желание заниматься карьерой, то какие-то альтернативные решения, они придут обязательно Я, Свет, две вещи хочу добавить Значит, первое, это все-таки есть папа И мужчины, я не знаю, ты там про часы говоришь, но мужчины, если у него нет детей, то где-нибудь в районе сороковника он просто, понимаешь, он себе мест не находит, ему хочется детей тоже И ты посмотри, вот в Америке, с какой радостью они берут женщину, там, с детьми, понимаешь, нет такого понятия твоих детей, не твоих детей Да, значит, они не то, что с радостью Им хочется какие-то знания передать, да? Почему знания? Любовь отдать кому-то Любовь отдать, но, во всяком случае, у женщины, просто мужчине трудно понимать, что это такое, когда хочется ребенка Это такое желание непреодолимо То есть, раз у вас возникает такой вопрос, я думаю, что вы просто еще... Рановато Да, вам просто еще рановато, поэтому расслабьтесь и не думайте на это дело, оно само придет Я вот что хотел сказать, это очень важно, я считаю, что и женщины, и мужчины в этом плане одинаково смотрят на вещи Для ребенка очень важно быть любимым, быть долгожданным, быть радостью, понимаете? Для родителей и для братиков-сестричек, и поэтому, если есть там старшие дети, их надо готовить к этому и так далее Чтобы ребенок был как праздник для всех И когда мама носит ребенка под сердцем, понимаете? И она радуется, и вот он там пошевелился, понимаете? И он там улыбнулся внутренне, там, я уже не знаю, там, как вы это почувствуете, чувствуют люди И я слышал много раз, что женщина, что она чувствует, знаешь, вот, как бы эзотерически говорят, что там на третьем месяце Когда на третьем месяце тело, туда душа вселяется И что вот они чувствуют этот момент, что вдруг жизнь возникла Не, ну это прикольно, конечно Я просто чему говорю, что для женщины вынашивающего ребенка, это для самой интересного, очень важного в жизни момента Но для ребенка, который там сидит, то есть вот пока беременность проходит Это на всю жизнь может определить какие-то вещи в человеке Поэтому рожайте ребенка в радости, в счастье, долгожданного, желанного, понимаете? Вот такого ребенка, вот такой ребенок даст вам радости много В наше время очень многие семьи, они женились по залету, да, то есть девушка уже была беременная В общем, мне было не принято, чтобы женщина рожала ребенка одна И мальчики, в общем, нехотя как-то вот так вот родители настаивали, что все приличные культурные люди женились по залету И потом эти дети были, в общем-то, несчастны, потому что оба родители, которые не хотели этого ребенка, но не хотели делать темпу Обобщать так не надо Да, ну в общем, были, это была... Послушай, они могли быть не женаты, но у них могли быть чувства, ну зачем так сразу? Ну послушай, ну вот во всяком случае женились сегодня, а сегодня, сегодня, а сегодня настолько все стали грамотными, да? Ну достаточно Нет, нет, грамотными, да, что они все-таки, наверное, в значительной мере не допускают вот таких вот залетов случайных, когда уже нужно копировать какие-то веры Ой, свежо, если бы, ну не важно Ну, всякое, наверное, бывает Да Во всяком случае Юля, очевидно, в курсе всех этих дел, поэтому у нее все будет нормально, как только у нее появится желание кого-то... Да, я настолько спокоен за нее и настолько уже предвкушаю, вот как она будет мамой, как она будет своим ребеночком Все, у нее еще нет ребеночка, она говорит, ребенок же требует полной самоотдачи А я вам скажу, что когда мне было 18 лет, вот я впервые напоролась на журнал «Семья и школа» У меня, конечно, мы еще учились в институте, и у меня мыслей никаких не было о том, чтобы заводить детей, но... Но мы уже жена были Да, мы уже были жена, но я начала читать этот журнал «Семья и школа», я поняла, что мне это страшно интересно, вот именно всякие ситуации с этими детьми, и как выходить из этих ситуаций, не могу сказать, что там было много информации, но какая-то полезная информация там была Но мне просто на тот момент еще не хотелось детей иметь, но читать уже на эту тему хотелось Резонанс душевный был, я подтверждаю Да, да, да А вот потом уже, когда ребенок, когда уже действительно хотела, то тогда уже это... Света, давай мы передадим привет Юле, ее мужу, которому такая досталась замечательная Юля Наверное, я думаю, что и родители Юли очень классные, если вот они такую девочку вырастили Поэтому давай им всем передадим привет и выразим уверенность, что все в этом смысле будет отлично Счастливо, ребята